Коллоквиум «Нравственная высота служения» вызвал живой неподдельный интерес преподавателей и студентов. Это первокурсники и магистры, аспиранты факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, юридического и медицинского институтов, представители различных направлений, как россияне, так и иностранцы. В профессиональной этике возникает вопрос, на который, я думаю, сегодняшний коллоквиум дает ответ. А, собственно, что есть понятие профессии, в отличие от рода занятий, вида деятельности. И всевозможных частных занятий, которыми мы в жизни занимаемся. Профессия отличается именно компонентом, который мы можем назвать служение или призвание. В каждой профессии есть миссия, профессия, которая отталкивается от идеи, которую профессия несет в общество и в мир. Студенты выступили с интересными докладами и презентациями, в которых раскрыли феномен служения через призму жизни Грибоедова, Складовской Кюри, Плевака, Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, Серафима Саровского, а также на примере деятельности сестер милосердия из Удмуртии. Мы рассматриваем служение как форму патриотизма. Служение проявляется в различных областях науки. Это и церковное, духовное служение, это служение в искусстве, это и меценатство, это и просветительство. То есть мы видим, что служение – явление, которое охватывает всю нашу жизнь. Тема заставила задуматься о сущности феномена служения, важности этого общественного явления, необходимости быть полезным обществу и стране, нести добро и свет в мир. Этому и способствовала презентация кафедры этики, основанная на материалах российской истории и вызвавшая горячий отклик в сердцах участников. То, что человек делает, это то, что потом останется после него в истории, то, что останется в памяти людей. Мне бы хотелось, чтобы я сделала правильный выбор. И у меня тема – это Ганди, так как этот человек – вдохновитель, и человек, который дает мне пример того, как нужно выбирать дело в своей жизни. Его основным принципом была любовь, вера и надежда в людей. И он хотел помогать. Я тоже хочу помочь, и поэтому сейчас я пытаюсь вникнуть в теоретическую базу, а потом я надеюсь, что на практике я смогу это реализовать. Телевидение РУДН. Новости.